Дорогие друзья, страсть к красоте привела меня сюда, на озеро Неми, известное своим ботиком, как я это называю, в честь ботика Петра, корабликом Каллигулу, который, к сожалению, был сначала найден, потом, к сожалению, утерян в ходе, я скажу, загорел во Вторую мировую. Но так или иначе с нами вот эта радость жизни Древнего Рима, эти шалости императоров Древнего Рима, то есть меня, конечно, тянет, тянет по каллигулианским местам. И на самом деле вся жизнь, вся жизнь – это некое путешествие. Вот колокольный звон, и вспоминаем Донна, вспоминаем Бродского, всю Италию. Ой, какой яркий, вы, наверное, не слышите, потому что у меня направленный звук, что хорошо, потому что тут какие-то еще гулящие рядом, но плохо. Какой яркий, яркий перезвон колокольный, я такого не слышал давно-давно. Это музыка настоящая, потому что я вообще к религии очень, скажем так, совсем равнодушен, но вот этот вот фантастический перезвон. Что я вам хочу сказать? Вся жизнь человека – это путешествие. И на пути нам встречаются люди хорошие и плохие, добрые и злые, места красивые и уродливые, поступки красивые и некрасивые. И все делится на настоящее и ненастоящее. Вот Италия, и эта скала, и это озеро – это все настоящее. И эти камни за нами, огромные острые скальные валуны, и этот потухший вулкан, потому что озеро вулканического происхождения – это все настоящее. Я ценю только все, повторюсь, настоящее, как и ткани, как и материал ткани. Впереди меня палаццо Русполи, временно заброшенный, который, конечно, надо восстанавливать. Я смотрю вперед на ромашки, на календулы, на изумительные растения 28 февраля 1924 года. Италия, конец зимы, мы на старте, на, так сказать, в начале путешествия в весну. Но здесь уже весна, здесь, конечно, уже весна. Вот давайте посмотрим на это изумительное озеро Неми. И там, сними, пожалуйста, там изумительное, совершенно уже весеннее мимоза. Видите? Мимоза, мимоза и полянки, огородные полянки. Неми, весь этот городок, озеро, славится с Древнего Рима чем? С земляникой. Легендарная, удивительная земляника. Круглый год, и сейчас я ее отведал. Более крупной, сладкой я не вкушал с детства, потому что в детстве все самое крупное и самое сладкое. И вот сейчас Италия, февраль и земляника озера Неми мне возвращает детство. Вот она, земляничная поляна, скандинавская. Но там-то это двойное значение, как и земляничная поляна в прямом смысле слова, и как место, в которое мечтаешь вернуться. Наверное, в детстве я не понимал, потому что я не знал, но я мечтал о чем-то подобном. Я мечтал о красоте, о музыке, о землянике зимой, и о прекрасных друзьях, потому что вы мои друзья, и вы мои друзья. И друзья-то друзья, но есть еще и враги, потому что никакая сказка не бывает без Бабы-Яги. У нас этих Баб-Яг очень много. Там, здесь везде по миру, но там это просто какое-то средоточие Баба-Ягства. Ой, я придумал гениально. Баба, занимающаяся йогой. Баба-Яга – это русский йог. Это ты Баба-Яга? Потому что вот он-то... Но ты его к этому не подключай, это вредно. Это совсем. Нам это не нужно. Сидят как эти. Нам нужно движение. Движение жизни. В движении мельник жизнь ведет в движении. Какая красота. Пойдем вместе со мной вот сюда, к этим ромашкам. Ну, у них научное другое несколько название. Но давай сначала сними ромашки. Потом идем медленно к фонтанчику. Ну, вот смотри. Сначала ромашки. И вот эти подарки, подарки вулкана, как я понимаю, да, вулкана, вот это подарки. Какие острые. Как мне нравятся острые углы. Меня очень многие не любят за то, что я острый углами. Хотя я считаю, что я мягкий, добрый. Но это чудо. Это просто чудо. И пойдем еще к фонтанчику. Какое чудо, что сейчас не сезон. Но я вне сезона. Я над модой. И здесь нету, нет, хотя нет, в русском языке 19 века нету есть. Здесь нет толпы. Там два, три ничего. Это даже я еще при хорошем настроении могу пережить. Без желания скинуть. Без желания у какого... Но посмотри, этот чудесный, отдыхающий до весны, до лета фонтан. Я повторяю, вот под нами это легендарное озеро Неми. Там дальше, кстати, за ним в хорошую погоду в ясную, видном море. То есть, это набор удовольствий каких-то, ну, это что-то невероятное. Но сейчас... Вы знаете, любовь, как и философское настроение, настоящее, я давно это говорю, оно возможно либо осенью, либо ранней весной. Потому что летом, ну что, лето – это такая жара, буйство всего. Это нелюбовь, это в лучшем случае похоть, хотя похоть – это неплохо. Похоть, особенно удовлетворенно, это даже очень неплохо. Я вам скажу больше. Вообще, куда ты от меня всему отходишь, я не понимаю. Я на тебя... Ты не бойся меня, не бойтесь меня. Италия для меня – это страна очень... Здесь я чувствую везде сакс, везде сакс. Как и во Франции, вы удивились, как и в Москве, как и в Петербурге. Вообще, вот это потрясающее озеро, ренессансный дворец, развалины античные, они почему-то навевают на меня всегда самые порочные, вот, как и фонтанчик, как и то, и все, вообще, почему все на меня исключительно... Ну, не важно, это отдельная тема, не будем. Но вернемся, так сказать, к искусствоведческому, так сказать, направлению. Чем прекрасно это место? Оно имеет несколько пластов. Это, безусловно, античный императорский рим, да еще, кстати, республиканский. Затем темное, но очень яркое, красивое Средневековье. После этого, безусловно, Ренессанс, придуманный термин французом, историком Мишле. Потому что люди, итальянцы, они жили в Ренессансе, не знают, что они живут в Ренессансе. Это потом француз в 19 веке придумал. Потому что тоже в 12 году они воевали и не знали, что первую научную напишу я, и потом поеду отдыхать на озеро Неми и прочее, прочее. Но вот жизнь – это путешествие. И я беру с собой в путешествие только хороших, добрых, красивых людей. А с остальными нам приходится бороться. Их больше. Негодяев, злых, их такое количество, их невероятное количество. Их больше, но они очень маленькие. Они ничтожества. И от этого они бесятся. От этого они... Они знают, что они ничтожества. А тем более, что они знают, я им еще об этом постоянно напоминаю, почему меня так не любят, потому что я постоянно напоминаю ничтожествам, что они ничтожества. Вуаля. Да я бы сам, слушайте, я бы сам не выдержал, если вот такой вот, вот такой вот такой, и руки, и все, и Неми, и погода, и прекрасные философии, вот так. Да, потому что это не пережить. Это не переживаем. Если бы я был не я, ну, конечно, я бы тоже говорил, ну, как это можно, и как он красуется, и почему он не мучается, как все дебилы. Сейчас есть разные варианты мучения. Сейчас предоставляется как в супермаркете, иностранном, хорошем, несоветском, разные варианты мучения. Вы можете мучиться с одной стороны в одном лагере, вы можете мучиться в другом лагере. Сейчас немножко так рекламно, да? Два варианта мучения, три варианта. И все меня спрашивают, почему я не мучаюсь, потому что я должен страдать, переживать, ну, все что угодно делать, не важно, по какому поводу. Ну, просто, да, действительно, катастрофические чудеса, репрессии, это, ну, очень сложно для жизни. Все опасно, все страшно, да, везде, везде все опасно. Ну, слушайте, тут история две больше тысячи лет. Знаете, сколько было опасностей, вот я вам как историк скажу. Я уже к этому всему очень спокойно отношусь. Так или иначе, все пройдет в рамках нашего существования. Озеро останется, скала останется, скала останется, да, профиль. Вот такие мои путевые заметки. И мне представляется, что я вот сейчас совершенно заново, не то что заново, а у меня второе, третье, юность, детство и прочее, потому что я для себя открываю свежим взглядом юным красивые вещи, удивительные. И знакомлю вас. Сейчас мы пропустим товарищей туристов, я не знаю, они уйдут, чтобы они мне не мешали. Пока снимай, снимай, я наслаждаюсь. Так есть, поднимаются вверх, пусть они поднимутся. Это песенка из «Двенадцатой ночи». Брунна Фрейдлих поет шута. «Бог любви по свету бродит, Бог любви везде находит разлученные сердца, Бог любви соединяет разлученные сердца». «Очень ренессансная, ну, и «Двенадцатая ночь», Шекспир, ренессансная песенка, она и писалась как «Под ренессанс». Пойдем обратно. Значит, эти ушли. Туда-туда переведи кадр. И мы вместе, вместе прошествуем снова. Здесь вот развлекался Каллигула, ну, еще не только он. Тарай-ля-ля-ля-ля-ля. А теперь мы здесь, мы здесь просто одни. Но одни – это вы, то есть, вообще, миллион на аудитории, и я. Мы одни, и ветер – это чудо. Ветер, ветер – это чудо. И я всегда говорю, в фильмах Висконти, особенно «Туманные звезды, звезды Большой Медведицы», там есть. Вот этот кадр, это ощущение шелеста, листвы, ветер. Потом это увидел, почувствовал, понял, Антонионе взял у Висконти. Хотя, конечно, это вековое, это вне времени. Слушать, как слово, как мое слово уносит ветер к этому озеру в века. Мы уйдем, а озеро, ограда, эти ромашки, все растения, они здесь останутся. Смотрите, как это прекрасно. Это печально, но это и прекрасно. Природа долговечна. Ну, и мы тоже. Птичка, если вы слышите, потому что, я не знаю, как там по звуку, по одному, я думал, что это, кстати, попугайчик. В Риме, в парке Виллы Боргезе, и не только очень много зеленых попугайчиков, здесь тоже я парочку видел. Я даже не хочу говорить, потому что такая идеальная, по чистоте, такая идеальная тишина. И вот эта музыка птиц, фантастика. Я вас, которые хорошие, очень люблю. Берегите себя, держитесь, мы рядом. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что вот мы здесь, здесь с вами рядом. А остальные, конечно, ну, они будут сходить с ума, потому что я бы сам сошел с ума. Вообще-то надо сходить с ума. Приятного аппетита.